Мужчина о чувствах, поэтому это две женщины. Что мужчины поднимают в чувствах? Ну, они много чувствуют, выражают не так, как мы. И я думаю, в этом разница. Ну, мы будем вот это, да, временное соблюдать, народ будет доходить. Я думаю, в силу того, что тема не настолько нова, чтобы присоединяющиеся не поняли, о чем идет речь. Но для тех, кто, может быть, так не углублялся еще в вопросы, что-то будем говорить новое, а что-то, наверное, давно известное. Эмоции – это отчасти инструмент для нашей работы. И поскольку чем лучше мы ориентируемся в том, что это такое, как это работает, сколько и какие они, тем нам легче. Когда мы в позиции терапевта, когда мы в позиции клиента, супервизора. Но если говорить об общих вещах, то эмоции – это такая очень важная составляющая психической жизни человека, которая позволяет ориентироваться в собственном внутреннем мире, во внешнем, и вот эту вот связь устанавливать. И поскольку мы, человеки, все-таки одновременно и животные, то большое количество эмоциональных реакций, ну и вообще каких-то действий, которые мы совершаем, они обусловлены именно тем, что происходит в нашей эмоциональной сфере. И поскольку эмоции – это накапливаемая энергия для того, чтобы мы могли что-то делать, то чем лучше мы ориентируемся в том, что та или иная эмоция нам сигнализирует, тем правильнее мы выберем это действие. Ну и понятно, что человек, когда рождается, у него уже есть какие-то способности сигнализировать во внешний мир о том, что с ним что-то идёт не так. Ну, под человеком я сейчас младенца подразумеваю. Но понятное дело, что он сильно отличается от взрослого, который имеет представление о том, какие ситуации у него могут вызывать, какие эмоциональные реакции. Но в младенчестве все эти сигналы, они существуют довольно недифференцированно. И чем лучше тот человек, который заботится о младенце, может обеспечить вот эту вот связь, его сигналы и ответа, тем яснее у него формируется представление о том, что он хочет от мира, что он может от этого мира для себя получить, в чём его дефициты, в чём его мотивы, стремления, потребности. Для этого, в общем-то, появляется такая, естественным образом, среда, как социум, который формирует вот это вот представление о том, что тот или иной сигнал организма может свидетельствовать, о чём он может свидетельствовать для людей, которые с нами в отношениях находятся, которые как-то о нас заботятся, и позволяют вот эту вот связь между внутренней реальностью и внешней устанавливать. В социум может сложно обращаться с нами в детстве, и в зависимости от этого клиенты, которые к нам приходят, могут иметь разный уровень зрелости эмоциональной сферы. То есть иногда клиент алекситимичен при психосоматозах, может быть, его такое встречали, он рассказывает об очень сложных вещах, он не испытывает никакие чувства, но после терапии, ну да, у него приступ, там, астмы, или после терапии у него приступ аллергии, или у него начинает болеть живот, и его на, там, колонок в больницу, его на месяц выносит, и он не может приходить на терапевтический сеттинг. То есть сама терапия, тренируя эмоциональности, она оказывается чуть агрессивна, потому что она заставляет обращаться к сложным переживаниям, а механизмов для того, чтобы их опознавать, обрабатывать, с ними справляться, этих механизмов нет. Это может быть такая перегрузка для клиента. Поэтому если вы у клиента спрашиваете, что ты сейчас чувствуешь, а вы видите, что его шею покрыто пятнами, у него очень много переживаний, он говорит ничего, ну верьте ему. То есть в его психическом мире это чувство не отображено никак, но оно есть. И тогда, получается, вы работаете чуть иначе, не надо его мучить, потому что, в принципе, за эти, там, 50 или, там, 60 минут его эмоциональная сфера не вызрит. То есть в течение многих месяцев, может быть, через какое-то время, он уже сможет более ясно понимать свои эмоциональные переживания. Точно так же при зависимостях. При переедании или при зависимостях любого типа, где эмоциональная сфера незрелая, клиент давится какими-то переживаниями, у него очень незрелый эффект. И говорить ему, очень важно, берите, как выпить, чтобы ты понял, да, что с тобой происходит. И если тебе грустно, там, погрусти. Если ты по кому-то тоскуешь, да, установи с ним контакт. Не нужно пить, но это для клиента недоступно или не нужно есть, да, потому что, в принципе, есть какой-то сгусток переживаний. Он неясный, не дифференцированный. И что с ним делать? Ну, наверное, ну, я не знаю. Ну, клиенты обращаются с этим по-разному. Да, и они говорят, я что-то начал, ну, много есть на интенсиве. Почему? Не понимаю, почему, да. Что-то происходит, я не могу сам под себя понять. И когда вы пытаетесь этот сгусток, да, там, определить, разнести по разным каким-то эмоциональным переживаниям, сам процесс этой работы называется, да, вы предлагаете клиенту более зрелый процесс. Вы помогаете ему реагировать на мир более зрелым образом. У него этих механизмов пока еще недостаточно. Вот. И не важно, что он понимает, что в данный момент он там рассердился на кого-то. Важно, что он хотя бы делает вот это усилие для того, чтобы обращать внимание на внутренний мир и начать понимать себя, свои переживания. Этот процесс является терапевтичным, а не та тема, на которую вы работаете. То есть, вот получается, что эмоции нам нужны для того, чтобы мы могли связь между телесным и психическим устанавливать. И в каком-то смысле, в зависимости от того, как может человек нам описать вот это свое эмоциональное состояние или заметить свои телесные реакции, мы можем понять, ну, на каком языке мы сможем с ним разговаривать. Если он хорошо дифференцирует эти чувства и понимает, откуда они, как возникают и какая потребность за ними стоит, то, конечно, у нас будет один вид диалога с ним. А если нам нужно ему еще, ну, как бы, разъяснить, что вот это вот сердцебиение, дрожание голоса, покраснение лица может означать какие-то эмоциональные переживания, то мы это тоже учитываем и тратим время в терапии на то, чтобы сначала, ну, вот этот процесс обеспечить? Эмоции очень близки к этому процессу, равно как и тело. Мысли могут быть от этого процесса далеки, да? Мне кажется, что мне не страшно, а оно похолодеет, например. Да, вот, поэтому мы так много уделяем внимания эмоциональной сфере, потому что мы пытаемся добраться до этого процесса переживания, до этого процесса ситуации, которая происходит. Вот. Мы перейдем к разному эмоции. Стоит. Ну, я могу начать с очень какого-то такого простого переживания, потому что оно такое просто объясняемое, для того, чтобы, ну, проиллюстрировать вам, как терапевтам, как можно работать с эмоциональным феноменом. И мы попытаемся, там, поговорить о разных чувствах. Стыд, вина, страх, отвращение. Зависть, нервисть, ревность, нежность. Все, что успеет. Зависть. Или отвращение. Ну, какие простые феноменции. После вечеринки про отвращение хорошо, мне кажется. Ну, раз вы просите. Да, вы понимаете, что когда клиент испытывает отвращение, значит, что-то было для него чрезмерно, что-то он терпел. И был элемент насилия, когда он в этой ситуации находился больше, чем он мог. Ну, он ел больше, чем ему было нужно. Это может быть даже касаться контакта, связанного с нежностью. Когда слишком много нежности и тепла, и вам же хочется, ну, чего-то другого, да, чтобы эмоциональность реагировала более богатым образом, да, ну, вы можете только смотреть в любящие глаза своего партнера и говорить о чем-то сладком-сладком, нежном-нежном. Вдруг вы замечаете, что почему-то, да, вам становится очень сложно. То есть, в принципе, отравиться можно хорошим. Отравиться можно плохим. Отвращение просто маркер того, что вы оказались в этой ситуации больше и дольше, чем вам было необходимо. Естественно, регуляторная функция отвращения, чтобы вы вообще-то эту ситуацию разорвали, чтобы вы из нее вышли. Но меня, как терапевта, интересует, почему? Почему вы находились в этой ситуации дольше, чем необходимо? Видимо, это, ну, понимаете, как мы наткнулись на феномен. Он нам ясен. Да, отвращение — это попытка установить границу, разорвать ненужный контакт, перестать есть. Я не знаю. Отвращение, оно важно, потому что оно и яркое. Ну, меня, как терапевта, правда, интересует гораздо больше. Да, да. Если у моего клиента тенденция терпеть, потому что, ну, это же маркер терпения тоже, да, почему он не может регулировать контакт? То есть, в принципе, получается, любая эмоция — это вход в более широкую феноменологию. Почему ему отвратительен именно этот феномен? Потому что, например, если клиент был истерзан женщиной, женой, которая его использовала и очень жестко от него ушла, да, унизив, он может смотреть на женщин и испытывать отвращение. Потому что, ну, да, потому что он поранен, потому что он фрустрирован. Поэтому, когда кто-то говорит, Боже мой, да, настоящие мужчины перевелись. Нет настоящих мужчин и нет настоящих женщин. И семьи, я смотрю на семьи, семьи испытывают отвращение. А материнско-дельские отношения — ужас какой. Смотрю, и не дай бог, да, никогда бы у меня не было ребёнка. Это говорит о большой фрустрированности нашего клиента и о воле, которая есть внутри. И о том, что с помощью агрессивных механизмов презрения, отвращения он сейчас, ну, пытается, да, регулировать границу. Он отодвигает от себя какое-то явление, просто потому что у него не хватает психологических сил на это отреагировать иначе. Бурью, огромной грустью, что не сложилось, хотя были надежды. Да, поверить в то, что может быть иначе. Ну, понятно, да, то есть отвращение, оно такое чувство, которое может маркировать травмированность. И хорошо бы, чтобы, кроме отвращения за то, что происходит, клиент бы, ну, как бы распечатал и осознал гораздо больше переживаний, которые у него есть. Потому что, получается, они все, ну, одессоциированы. И смотришь так на мужчин, и нет же настоящих мужчин. И этот слабый, и этот слабый, и этот слабый, и этот слабый. Все слабы. И мы, в принципе, по этой реакции, да, можем понять, в каком месте наш клиент был травмирован. То есть чувство — это всегда, ну, как бы вход, это дверь, в гораздо большую феноменологию. Просто отреагировать чувство, понять, для чего оно нужно, а этого мало. В принципе, чувство вам дает гораздо больше материала на то, чтобы вы работали с вашими клиентами, входя через эту дверь. Я вот думаю, про отвращение ты говоришь, что чаще всего до того, как возникнет отвращение, есть влечение какое-то, ну, к этому объекту, или к человеку, или к, ну, какой-то... К чему-то тому, что может удовлетворить мою потребность. И перед тем, как возникло отвращение, ну, сначала был интерес, влечение и желание к этому приблизиться. И это тоже важно учитывать в момент, когда вы слышите о том, что, например, совсем страшно представить, что клиент вам сообщает, как терапевту, что вы ему отвратительны. Ну, или наоборот. Это имеет под собой определенное основание. Сначала он к вам приближался, и что-то не то пошло, чтобы отрегулировать эту дистанцию, или чего-то оказалось, ну, вот, как Лена говорит, в избытке. Вот. Хорошее еще в этом смысле чувство страха, которое полезно нам не только как социальным существам, которые, в общем-то, и с животным в мире нам знакомы, которое позволяет нам регулировать себя и свою активность в тех ситуациях, которые для нас неизвестны. Так, где есть много, ну, чего-то, что может оказаться для нас, то, что мы называем небезопасным, или опасным, или угрожающим, или подозрительным, ну, а если очень, в общем сказать, то просто неизвестным. С одной стороны, физиологически наша реакция на события, которые происходят во внешнем мире, в ситуации страха, это нападение, замирание или убегание. И они естественные для животного мира, и именно такие действия организма обеспечивают выживание. Поскольку мы все-таки живем в более-менее ясной для нас среде, и даже когда оказываемся, ну, там, например, в группе, и говорим о том, что нам небезопасно, то важно понимать, что под этой небезопасностью вы себе подразумеваете. Потому что кроме страха вы можете испытывать очень много интереса и возбуждения к тому, что происходит. И в силу неизвестности этой ситуации, невозможности ее споконозировать, понять, что другой человек скажет вам, или как он на вас так реагирует, сначала озвучивать эмоцию страха. И тем самым, например, замирать, не предпринимать никаких попыток на то, чтобы приблизиться и познакомиться, не как не предъявлять себя, потому что, ну, вы уже сказали это слово из четырех букв, и понятно же, что к вам никто не захочет ни с каким интересом приблизиться. Мы всегда ищем еще и другую сторону того, что озвучено в этой эмоциональной реакции. Потому что если опасность объективно существует, и есть люди, которые могут подтвердить это, то, ну, кажется, наше поведение нам кажется не только эмоциональным, но и логичным. И это позволяет сохранить себя, сохранить целостность свою психическую, телесную. Но иногда мы, ну, как бы немножко можем спекулировать, ну, вот этой эмоцией, когда останавливаем любое свое возбуждение, попыткой объяснить, что все, что произойдет, это обязательно несет под собой какую-то угрозу. Ну, ну, не со зла спекулировать, бессознательным образом. Потому что если, допустим, очень нуждался в группах, в коллективах, да, и есть опыт того, что там тебя, ну, травили, естественно, ты садишься в группу, у тебя возникает еще ничего не произошло, у тебя возникает страх. Хотя у тебя есть и возбуждение, и интерес, и желание стать своим для этой группы. Это есть, да, но прошлое, и то влияет на процесс переживаний. Да, и в этом смысле важно, чтобы вы могли, ну, вот, когда мы говорим о клиент-терапевтических отношениях, получше сориентироваться в том, как это у клиента устроено, если вы терапевты, или если вы клиенты, как вы можете, ну, делая определенные усилия, донести до своего терапевта, что с вами там внутри происходит. И в каком-то смысле нам в этом помогают, опять же, наши телесные реакции и способность соединить то, что возникает, какой импульс возникает в теле с теми действиями или с теми событиями, которые происходят во внешнем мире. В принципе, поскольку страх – это базовая эмоция, ну, он необходим для того, чтобы организм мог выжить, мы, ну, тоже в каком-то смысле усваиваем его от, ну, того, ну, благодаря тому окружению, в котором находимся. И хорошо, если взрослый, ну, правильно нам, правильно, нехорошее слово, да, ну, адекватно объясняет, какая ситуация оказывается угрожающей, а какая нет. А если в этом есть какой-то дефицит и это нарушено, то мы будем, понятное дело, быть в какой-то дезориентировке и либо совершать какие-то действия, которые для нас на самом деле нежелательны, ну, или вредны и не чувствовать ничего по этому поводу, ну, либо останавливаться слишком заранее. Ну, и, конечно же, вот, обычно за агрессией вы можете наталкиваться там на бессилие, на боль или на страх, или еще на что-то, да. Вот я хочу сейчас описать такую паранойную реакцию, которая может быть у каждого из нас или, там, у наших клиентов. Там, в принципе, проиллюстрирую просто, да, такой травматический, ну, вектор переживаний, когда страх прерывает, когда страхом прерывается именно тот контакт, который клиенту сейчас очень нужен. А если, допустим, у клиента была такая, ну, например, давайте такой пример, да, там, мама, которая сначала его призывала к себе, казалась такой готовой к контакту, теплой, и если он к ней подходил, она его жестко наказывала. И в тот момент, когда клиент видит меня, я ему кажусь готовой к контакту, теплой, это вызывает у него страх, да, и, в принципе, получается поверить, что будет как-то иначе, к клиенту невозможно. И ему, конечно, легче, легче, и мы говорим о каких-то таких, да, очень травмированных людях, да, у которых есть вот этот пограничный кусок паранойный, ему, конечно, легче прицепиться к малейшей моей облошности, ну, чтобы меня немножко отодвинуть, чем, в принципе, позволить себе, да, там, отдаться там происходящему между нами. Все, что можно делать, да, это получается, ну, как бы, ну, там, впечатляться тем, что произошло, тем, что он сделал со мной. И чем больше вы не делаете облошности, тем клиенту страшнее, потому что он ждет вот-вот, 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 да, там, вот-вот будет, там, подзатыльник, да, вот-вот он будет испытывать боль. Вот, поэтому, в принципе, иногда, да, вы можете, как терапевт, и быть растерянный. Я не сделал ничего, наоборот, да, я был тем, которым в его жизни никогда не были люди. И именно это, да, вызвало у него такую мощную какую-то реакцию. Конечно, за страхом боль, да, конечно, потом за этим больем, у боли будет огорчение про то, что вот так было у меня. И это было для меня очень тяжело. Вот. И поэтому, если вдруг вы видите, да, что в какой-то момент что-то обрывается страхом, это тоже вход в большую феноменологию, да, в какой-то очень травматический опыт. Потому что параноидные люди — это люди, которые испытали много боли, да, и которые напуганы людьми. Если им кажется, что против них что-то замышляется, то это неспроста. Ранее против них что-то замышлялось. Ну, давайте простым, да, про это говорили же. Я могу начать. Ранее против них. Ну, такая тоже феноменология, она очень такая ясная, простая. Феноменология, да, есть идеальный образ или есть требования окружающей среды, в которые ты не вписываешься. То есть стыд — это когда ты себя вымеряешь то ли со своим собственным каким-то идеальным образом, ну, я не знаю, там, очень мягкий, там, гуманитарно ориентированный, любящий петь и танцевать, я не знаю, с огромной фантазией. Наверное, он был бы неплохим музыкантом, да, там, клиент, которого воспитывал папа военный. Естественно, да, он все время реагировал на вот эту правополушарность, творчество, ну, отвращением, неодобрением, да, и пытался сделать из него, ну, нормального пацана, естественно, да, который нечувствительен, да, и умеет быть, ну, как-то таким векторным, да, и там добиваться своего. В принципе, ну, просто не повезло. Родители и ребенок оказались очень разными. Вот. Им двоим не повезло. И один у меня стыдал удовольствие от того, что у него такой сын, да, потому что стыд токсический информируется, когда родитель не может получить удовольствие от того, что у тебя именно такой ребенок, вот именно такой, какой он есть. Не такой, как ты ожидал. А мы всегда все ожидания наши, они могут рушиться, когда мы видим, что в результате нам дала природа, да, соединив там наши гены. Вот. Если ребенок немножко, ну, немножко, да, там, может вложиться в родительские ожидания, ну, своим какими-то там, я не знаю, далатами, то получается, ну, у него, конечно, у родителя нет возможности быть в реальном контакте с ребенком, а он хочет что-то сделать очень хорошее, у него есть нарциссический план, то, конечно, ребенок будет, там, расширением родительским, а будет окачивать то образование, которое хотел родитель работать. Ну, вот этот мальчик, да, естественно, конечно же, он стал там каким-то таким, да, там, я не знаю, понимаете кем, да, что-то имеющее дело к силовым структурам, естественно, ему там тяжело в этом мире, ну, таких, достаточно импульсивных, жестких, агрессивных людей, он все время чувствует себя, ну, как бы, как сказать, вопросов счастлив быть не может, да, может быть, сейчас вот только человек, и если даже он пытается казаться всем этим людям крутым, он-то понимает, что он их всех обвел вокруг пальца, они-то не знают, какой он на самом деле. Понятно, да, я вам вот описываю сейчас феноменологию самозванства, токсического стыда, нарцотическую феноменологию, там очень много драмы, которая связана с непринятием, как будто бы вот первичного принятия, я увидел какой-то и согласился на это, да, у родителей не произошло в силу, в силу каких-то причин. Вот, ну, конечно, стыд испытывают детки из каких-то очень сложных семей, да, там, когда там родитель сходил с ума, и ты видели соседей, ты вырастаешь и понимаешь, да, что каждый раз, когда там, да, ты наталкиваешься на более хорошей семье, да, там, у твоих окружающих, да, тебя может вот охлёстывать, да, вот этот стыд по поводу того, где-то вырос. То есть это несоответствие между тем, какой ты есть, и тем, каким ты хотел бы быть. Ну, и, я не знаю, даже брошенные дети, которым не притрагивалась рука родительского воспитания, они могут быть очень стыдящимися, потому что они посмотрели, а, и смогли создать какой-то свой собственный идеал женщины, мужчины. Естественно, если мы что-то берём, да, извне, мы берём же, ну, как Facebook, посмотрите, да, и можно прямо застыдиться, потому что, во-первых, все очень красивые, и, я не знаю, и у всех очень много каких-то хороших событий. Точно так же, да, вот брошенные гипообечные дети, они смотрят, и они же замечают, ну, в первую очередь, то, что им хочется. И у них может быть совершенно не реалистичное требование к себе. Их собственный разговор с самим собой, он оказывается таким трагичным. То, что я хотел бы из себя вылепить, а для меня оказывается невозможно. Конечно, как мы работаем, да, с такой проблематикой? Ну, чтобы человек обнаруживал себя, соглашался, испытывал боль про то, что вот есть так, как есть, что это не соответствует всему тому, что бы он от себя хотел. И, может быть, через какое-то время, да, там, он сможет получать удовольствие. То, какое у него есть, тоже может быть нагружено ценностью. Ну, не сразу, да, только через боль и горевание. А регуляторная функция стыда, естественно, да, там, если я не дам Лизе вообще ни слова сказать до конца лекции, пойму, ну, вообще-то, ну, не по-партнёрски это. То я буду завидовать, сидеть тихонечко, что ты сказала, а я не... Ага, да, потому что я хочу сказать, вот, ну, она не может пережить, она вежливая, например, да. Ну, понятно, да, то есть, то тогда получается, ну, стыд, он может меня, ну, потом я могу вспомнить, что я сделала, да, он меня возвращает к тому, какой мне хотелось бы быть. Ну, к моим собственным границам. А, и последнее, что я скажу. Если человек пробует новое, он тоже испытывает стыд, потому что он выходит за границей образа я. Если там очень приличная женщина-библиотекарь вдруг начинает учиться флиртовать со своим терапевтом, то она будет переживать жуткий стыд, потому что она это делает впервые. Или если очень плотальный, агрессивный и жёсткий человек вдруг учится нежности, то он, конечно же, будет испытывать стыд. И вообще любой живой процесс, где я показываю себя, и я открыт, может быть немножко припорожен стыдом. Потому что там же есть открытость, уязвимость, да, и горячие руки. Это значит, что происходит что-то настоящее. Да, получается, что для нас важно, чтобы мы могли с токсическим чувством, стыда, ну, любым переживанием, которое имеет такую силу, что останавливается, ну, любой обмен, ну, нам важно с ним иметь дело в терапии, и мочь из токсического, ну, уровня его перевести в какое-то добоваривое, для того, чтобы это чувство играло всё-таки регуляторную функцию, а не, ну, такую, не выполняло бы для нас роль такой, ну, стагнации, или чтобы мы замирали. Например, чувство вины может быть тоже для нас уже очень интенсивным, если мы испытываем иррациональную вину. Это случается тогда, когда от нас ожидают гораздо больше, чем на самом деле мы могли бы сделать. И понятное дело, что это, ну, такая история, когда, опять же, ребёнок живёт очень, ну, в такой требовательной среде, где то, за что он отвечает, никак не соответствует его размеру. И те возможности, которые у него есть, никак не могут реализовать, ну, те требования, которые есть к нему от родителей. То есть, ну, если принёс из школы двойку, или не донёс аттестат, или как-то ещё и мама от этого, ну, ложится и умирает, или как-то сильно заболевает, и обвинённым оказывается ребёнок, то, понятное дело, что он не имеет столько силы в себе, чтобы повлиять на её, там, выживание и здоровье. Но если находится в таких условиях воспитания, то, ну, реально в это верит. И поскольку эти отношения зависимы, то чувство вины, которое он испытывает, настолько токсично, что найти свои реальные, ну, как бы, размеры для того, чтобы соответствовать тому запросу, который посылает взрослый, ему не удаётся. Поэтому первое переживание, которое такой клиент будет испытывать в ситуации взаимодействия, например, с терапевтом, если что-то пошло не так, это, ну, такое иррациональное чувство вины, что солнце не так светит, что стул не так стоит, что ветер дует слишком сильно, и во всём этом виноват он, потому что он сел не в том месте, не так, и его терапевту недостаточно хорошо слышно, как он сложно живёт. Ну, то есть это всегда расширение ответственности, да? Человеку всегда кажется, что он отвечает за большее, чем на самом деле, да? И это даёт ощущение силы. Да, но при этом, если мы говорим об иррациональной вине, а если мы говорим о, ну, такой вине за реально содеянное какое-то действие, где мы причинили другому человеку какой-то вред или какое-то неудобство, какой-то дискомфорт, то такая вина, она нуждается в искуплении или в репарации, как мы это называем. Для того, чтобы можно было восстановить отношения, для того, чтобы, ну, та связь, которая была, не прервалась, важно, чтобы действия, которые я совершаю по отношению к другому человеку, ну, и которые ему причиняют вот этот вот вред-дискомфорт, были чем-то компенсированы. При этом для того, чтобы отношения сохранились, важно, чтобы этот человек был готов принять мою эту репарацию, чтобы он, если я виноват, мог бы меня простить, чтобы я, что-то делая, точно рассчитывал, ну, и знал, что эти действия, они как бы в угоду продолжения отношениям, или что, если я, ну, там, делаю что-то неуклюже и не успеваю понять, что, ну, вот этот мой поступок или слова оказали такое влияние на человека, он мне про это сообщит, и я смогу, ну, как-то восстановить вот эту связь между нами. Да, вина — это такой контакт, да, получается. Ну, рекультурная вина, контактное чувство. И если мы привыкли выстраивать вихрь эмоциональный, адреналовые отношения, а не близости, то, конечно, нам очень сложно, оказывается, извиняться и просить. Да, мы можем требовать, обвинять, и дело есть, что ничего не произошло, если вдруг, да, там, ну, там был неуклюж в отношениях. Вот, может быть, там, говорите, там, я огорчен, или, там, говорите, там, мне больно. Это не извинение, потому что я виноват, я правда зря это сделала, вот это извинение, да, и получается, вы можете заметить, что клиент может всячески избегать просто произнести эту фразу. Видимо, она была почему-то опасна в его детстве. Видимо, стоило ей сказать, маме, да, и там, я ей назад, да, и потом мы с тебя вели веревку, и еще три месяца, да. И поэтому вы можете заметить, как можно обходить вот очень важное такое социальное взаимодействие, да, там, делая все, чтобы, ну, не встретиться с тем человеком. Ну, во-первых, вина, она небольшая, да, там, может быть, сказать, да, там, испытать это чувство, там, в среднем регистре, не пытаться, да, там, думать о том, что ты, там, единственный, да, там, важный человек для другого, там, если не, да, там, не пришел навстречу, виноват. Вот. Другой, конечно же, без вас может быть, там, или, там, плакал, страдал. Ну, то есть, там, понятно, там раскрывается очень много феноменологии. Просто думаю, что вина, она хорошо регулирует отношения, если вот есть такой уменный процесс. И иногда получается для виноватых людей невозможно что-то делать для себя, потому что вина их охлёстывает гораздо больше, или стыд их охлёстывает больше, чем, ну, попытка жить там, и идти своим путем. И вы понимаете, допустим, есть очень сложные такие ситуации, например, уйти из семьи с больным ребёнком, оставить жену с больным ребёнком, уйти, потому что ты перестал любить женщину. Да? Как это сделать? Ну, ты в чём-то виноват, а в чём-то точно нет. Ты за что-то точно, ну, как бы, на что-то точно имеешь право, ну, а что-то можешь восстанавливать. Вот. И, в принципе, есть такой феномен вина выжившего. Да? Когда вы, например, из очень бедной, очень сложной семьи оказались единственными, кто живёт хорошо. Или когда, например, вашего сиблинга родители жестоко наказывали, а вас нет. Да? Вам понятно, да, когда, получается, рядом близкие, любимые люди, каким бы они сложными ни были, да, оказываются, да, испытывающими гораздо больше страданий и боли, чем вы. Тогда взять себе свою жизнь очень сложно. Ты должен как будто бы чуть-чуть свою жизнь портить. Слава Богу, всегда можно свою жизнь немножко испортить. Вот. А не выходить замуж, пока замуж не вышла мама. Она же так много сделала, ей же было так сильно тяжело. Ну, если вообще родитель показывает ребёнку страдания, тяжесть, усталость, да, и говорит, я тебя очень сильно люблю, да, но я так сильно устаю, да, там, нам так не хватает денег. Ребёнок, скорее всего, будет виноватым. Ну, за сам факт своего существования, потому что маме без него было бы легче. Ну, вот эта вина, да, она требует потом проработки и вхождения в эту историю, в какой же истории она сложилась. Её невозможно просто осознать и проработать за пару месяцев. Наверное, вы про это будете работать всё время. Это будет, ну, там, единственная тема, которой вы будете возвращаться вновь и вновь, как и тема стыда. Ну, и пару к вине обычно идёт обида. Ну, это означает, что с другой стороны должен быть человек, который обижен. И, в принципе, не всегда даже это реально происходит. То есть тот, кто готов быть всё время виноватым, он обязательно, ну, найдёт кого-то в своём окружении, кто должен быть обижен. Для того, чтобы эта связь сохранялась, чтобы она была такой крепкой, и в отношениях, ну, таких созависимых это всё время меняется местами. Потому что, ну, обида — это сложное переживание. Там есть и хорошие, ну, условно говоря, чувства, ну, любовь, привязанность и злость одновременно. Но если я, ну, для себя такой человек, который не может злиться и не может регулировать дистанцию в отношениях и одновременно, ну, оставаться в понимании, что с этим человеком я всё равно буду продолжать отношения, потому что, там, я его люблю, мне с ним хорошо, но сейчас я хочу его отодвинуть, то для того, чтобы вот это вот отодвигание не делать, можно обижаться. А если я обижаюсь, то нужно обязательно, чтобы кто-то был виноват для того, чтобы поддерживать, ну, вот эту нашу связь. Поэтому очень важно, чтобы вы могли, исследуя, ну, то, как устроены, например, ваши отношения, там, с клиентами или внутренняя феноменология клиента, разбираться с тем, что в каждом из переживаний, что в каждом из чувств есть ещё, кроме, ну, того, что, ну, есть на поверхности, кроме того, что может быть озвучено, что если я, ну, кто-то что-то делает в отношении меня, я обижаюсь, то что есть ещё, какое есть содержание этих отношений, какая есть предыстория, что было до события, если оно произошло, и чего бы на самом деле человек хотел от другого, кроме того, чтобы он постоянно покрывался там виной, стыдом, и был бы, ну, вынужден ходить и замаливать там свои грехи и действия. И если вы думаете, что клиенты страдают, не верьте, потому что, получается, испытывать более зрелые чувства сложнее. Если я есть такой, от меня так много всего зависит, просто я не вовремя что-то делаю, поэтому виноват, я оставляю в себе ощущение силы. Я не могу позволить себя сейчас чувствовать себя просто человеком хрупким, который не справляется с жизнью. Ну, это такое для меня спасение. Вот, и примиряющим чувством обиды, вины является там боль и печаль. Просто что, ну, вот так устроено, да, что я разлюбил ту женщину, в которой живу, и вынужден уйти из семьи, где болеет ребенок. Это, ну, это трагично. Я к этой семье буду все время привязана, да. Мне хотелось бы выглядеть, наверное, чуть лучше в глазах окружения. У меня не получится. Но иначе поступить я не могу. Ну, то есть более сложные переживания, они могут прикрываться виной и обидой. Ну, там, как жаль, что он меня разлюбил, да. Испытать боль, да. Можно испытывать обиду. Как же, я же на тебя всю жизнь и всю молодость положила, и лучшие годы жизни свои отдала. Ну, то есть тот способ, которым клиент устраивает свою эмоциональность, иногда оказывается более улегким, чем тот зрелый способ, который вы клиенту предлагаете. Но более зрелый способ, он освобождающий. Он все равно, ну, как бы как, в нем есть возможность жить, да. Потому что, ну, печаль – это одно, а виноватость и плохость – это другое. Это все-таки, да, печаль может быть исчерпана. А ты ушел из семьи, и это клеймо на тебе, да, всегда вины, да, там оно может длиться до конца жизни. То есть просто знаете, да, что тот способ, которым клиент живет, вот пока он хочет быть таким, самым крутым мужчиной на свете, ему предстыдится. Ну, как бы, пока так. Он пока не отказывается от своего идеала. Вот. Ну, вот, как бы, принимать клиента, который себя защищает, от очень сложных переживаний, этими токсическими аневротичными чувствами, которые есть. Ну, в целом, получается, что любые переживания, с которыми вы сталкиваетесь в терапии, хорошо бы, чтобы у вас был интерес к тому, чтобы найти, что за этим стоит, какая потребность вашего клиента фрустрирована. И постараться, ну, может быть, в каком-то смысле поставить себя на его место и понять, как он живет и как он себя непосредственно в этих отношениях переживает. И найти, ну, то, что сигнализирует эти его переживания и что вы могли бы успеть сделать в ваших терапевтических отношениях, ну, для него, ну, там, исследуя вот эту вот природу, его каких-то фрустрированных потребностей. Потому что, когда есть эмоции и чувства, или когда мы делаем усилия в терапии для того, чтобы их как-то актуализировать и дать им возможность жить, мы, в общем-то, ну, делаем мир клиента более, ну, таким сложным и одновременно интересным. В чем-то он становится полегче. И это очень важно, чтобы кроме, ну, таких ваших знаний про то, какие эмоции есть и что они могут означать, вы бы еще могли находить связи между вот этими историями жизни, нуждами, потребностями, истреблениями, которые есть к вам в этой работе и в этой конкретной встрече. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ